Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. И я хочу особенно поприветствовать тех, кто пришел сегодня первый раз. Есть такие люди, которые первый раз пришли. Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я видел. Слава Богу, мы очень рады. Очень рады, что вы здесь. Потому что все, что сделал Христос, Он сделал для нас всех. Все Его страдания, все Его мучения, Его жертвы не напрасны, если мы приходим ко Христу. Он пришел к нам на эту землю, а теперь наш черед прийти к Нему. Вы знаете, я посмотрел статистику. Иногда, когда смотришь на какие-то новости, на какие-то события, кажется, ну где же христиане, куда они все делись? Кажется, что вот, что же Христос, где же они все твои последователи? Вы знаете, на самом деле в мире христианство растет. Вот как бы оно, может быть, казалось, что оно не растет, может быть, нам не видно, но, как говорится, цифры – упрямая вещь. И по статистике сейчас, по статистике, 33% населения Земли – христиане. Вы представляете? То есть каждый третий, ну это, конечно, обобщенно все, не в нашей стране каждый третий, а во всем мире каждый третий – это христианин. Поэтому это победа Христа, друзья. Две тысячи лет Христа нету, а Его дело продолжается, Его дело развивается. Поэтому и вы здесь – доказательство в воскресении Иисуса Христа. Слава Богу! Итак, что же я хотел сегодня сказать и добавить к тому, что вы уже видели. Или, знаете, вот, несмотря на все какие-то, может быть, темные события, неплохие события, какие-то трагедии, я все равно верю, что мы, христиане, должны оставаться оптимистами. Вы верите в это? Что мы должны оставаться оптимистами. Почему? Потому что Иисус Христос дал нам невероятную надежду. Он умер, и Он воскрес. И в этом есть оптимизм нашей веры. Потому что для нас, для христиан, есть будущее. Есть продолжение. И со смертью здесь наша жизнь не заканчивается. Она лишь продолжается, и она переходит в новое измерение. И в христианах написано, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Кто это сделал для нас? Почему мы можем перешагнуть и пойти дальше? Почему небесные обители открыты для нас? Потому что Иисус Христос сделал все, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Скажи, вечную жизнь. И вы знаете, когда мы смотрим на крест, когда мы смотрим на распятого Иисуса, истекающего кровью, это такая, на самом деле, страшная картина, неприятная картина. И мы всегда задаемся вопросом, почему же, да, и сегодня был такой вопрос, почему так произошло? Почему именно так нужно было сделать? И вообще, мы всегда говорим, кто же убил Иисуса? Кто убил Иисуса? И разные версии там предлагаются, а тут евреи виноваты, римляне виноваты. Кто виноват? Виноваты, конечно, мы. Мы все согрешили, написано, и мы лишены славы Божьей и возмездия за грех смерть. Но это не просто из-за нас. Вы знаете, что это был Божий план. Это был план Небесного Отца. И по-другому, значит, нельзя было сделать. Конечно, мы, как люди, нам, может быть, хотелось бы сказать, Бог, можно было и по-другому как-то это сделать. Может быть, чтобы это не было так страшно, это не было так кроваво, это не было так мучительно. Но это план самого Бога. В Писании написано, что все мы блуждали, как овцы, «Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Кто возложил? Господь возложил на Него грехи кого? Всех нас. «Он истизуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец, пристригущими его глаз безгласен. Он не отверз уст своих, и от уст суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых за преступления народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его, но Господу было угодно поразить его». Это было угодно Господу, да, несмотря на то, что это выглядело так страшно, это выглядело так бесчеловечно, мы бы сказали. Но Исайя пророчествовал еще за 700 лет до того, как все это произошло. И он говорит, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Вот Бог смотрит, что произошло, да, что было тогда и что сейчас. И он смотрит, что его потомство, оно действительно долговечное. Две тысячи лет – это никуда не заканчивается, но оно продолжается, оно растет, христианство имидует, оно растет, оно распространяется. И, вы знаете, от нас тоже зависит, что будет с христианством, да, будет ли оно уменьшаться или будет оно увеличиваться. Поэтому Господь говорит, идите и проповедуйте Евангелие. То есть радостную весть, благую весть. И написано, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. То, что сделал Иисус, для него это было трудно. Мы знаем, какая была трудная молитва, когда он был в Гефсиманском саду, он молился. И написано, что пот его, да, был как капли крови. Но он еще прилежнее молился. Поэтому, когда мы смотрим, как это делал Иисус, он говорит, что я хочу, чтобы вы тоже не забывали о том, что он сделал. И сегодня, конечно, по всему миру, по всему лицу празднуется воскресенье Пасхи. Может быть, не все до конца понимают, да, вы посмотрели интервью, к сожалению, многие люди, казалось бы, до сих пор не знают, что такое Пасха. Но кто им расскажет, друзья? Я думаю, что мы должны рассказать. Мы те люди, которые должны благовествовать о Христе. Посмотрите, сколько людей и разного возраста. И я с удивлением смотрю, что уже столько лет, как началась новая эра в нашей стране, я имею в виду эпоху коммунизма, когда закончилась, атеизма, да, когда людей так серьезно преследовали за веру, но уже 30 лет есть этой свободы. Поэтому я вижу, что еще недостаточно мы благовествуем, правда. Еще многие-многие не знают. И это для всех для нас вызов. Там, где вы учитесь, там, где вы работаете, там, где вы живете, оказывается, люди до сих пор еще не знают значение Пасхи. Поэтому у нас много работы, друзья. У нас много работы, чтобы мы тоже могли, как Иисус, посмотрели с довольством на подвиг души своей. Потому что для кого-то это подвиг рассказать об Иисусе Христе. Для кого-то это действительно такое великое событие. Но, смотря на Иисуса Христа, мы должны учиться у Него. И мы должны совершать дела, которые Господь нам поручил делать. Скажи на это Аминь. Что еще? Что еще и радостного несет нам этот праздник? Конечно, Он простил наши грехи. Что может быть лучше, да, когда твои грехи, твоя вина, она прощена? Потому что многие люди, они до сих пор живут под чувством вины, и осуждения, страха. Но когда ты приходишь к Иисусу, Он прощает все твои грехи. Знаешь, это удивительно. Это удивительно. Он не рядится. Он не припоминает тебе. Он говорит, слушай, ну у тебя там еще вот это есть, еще вот это, еще то, еще то. Нет, Он говорит, придите ко Мне. Я приму вас. Слава Богу, да. Он принимает, Он прощает все наши грехи, и все наши беззакония. И кровь Иисуса Христа, написано, очищает нас от всякого греха. Знаешь, насколько лучше, настолько легче жить с чистой совестью, правда? Хорошо засыпать и хорошо просыпаться, чтобы не мучили кошмары, не приходили страхи, не приходили какие-то угрызения совести. И это все разрушает человека, разрушает его психику. И в конце концов, он из-за этого больше болеет и меньше живет. Поэтому, друзья, это радостная вещь, это благая вещь, что Иисус прощает все грехи. Все грехи. Говорят, ну я бы не простил этому все грехи, я того бы, я бы вот этому сделал и вот это сделал. Ну и слава Богу, слава Богу, что Бог – это не ты. Слава Богу, что Иисус другой. Он совершенно по-другому смотрит на нас, Он любит нас, и Он желает всем сердцем помочь каждому из нас. Знаете, что еще сегодня я хотел сказать? Что нет причины бояться смерти. Вы знаете, страх смерти – это самый сильный страх на планете Земля. В какую бы страну вы ни приехали, в какой бы культуре вы ни были, люди боятся смерти. И страх смерти – это, наверное, самая-самая большая сила. Так вот, Иисус не просто разрушил силу смерти. Я верю, Он разрушил силу страха смерти. Почему? Потому что Своим воскресением Он показал, что произойдет и с нами, верующих в Иисуса Христа. Написано, если бы мы только в этой жизни полагались на Христа, если бы Христос не воскрес, наша вера была бы тщетной. Но Он воскрес! И сегодня по всему миру кричать, что Он воскрес, Он воскрес. Это говорит, что и ты воскреснешь. Это говорит, и что у тебя будет продолжение после смерти. Мы не любим тему смерти. Люди вообще не любят говорить о смерти. Они не любят похороны, не любят кладбища, не любят покойников. Все это у нас вызывает какое-то такое ощущение неприятное. Но ты знаешь, когда Иисус воскрес, произошло великое знамение, произошло землетрясение. Там, если что, многие вообще воскресли тогда, когда воскрес Иисус. Многие святые воскресли. Это было доказательство того, что и ты тоже воскреснешь, если ты будешь верить в Иисуса Христа. И вот сделалось великое землетрясение, «Небо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба, и сидел на нем, и вид его был, как молния одежды его бела, как снег, устрашившись его, стерегущие пришли втрепет и стали как мертвые». То есть они стали как мертвые из-за чего? Из-за страха смерти. Потому что они не знали, это были охранники, они не знали, может быть, до конца, кого они там охраняют и кто там находится. Но мы-то знаем, а знание – это сила. Потому что у вас есть сила быть свободными. Помните, когда схватили Иисуса, ученики все страшно перепугались. Они прятались. Они думали, что вот скоро придут за ними, скоро их схватят, скоро их заберут. И когда Иисус пришел, он пришел удивительным образом, помните, он зашел через стену. Вот как так возможно, да? Как это может быть? Это может быть, потому что Бог говорит, это другое тело, это прославленное тело. После воскресения это другое тело. Оно имеет удивительные способности. Слава Богу! И ты знаешь, когда мы смотрим на Иисуса, он говорит, и у тебя будут такие способности, и ты будешь другим. Слава Богу! Понимаешь, как страшно, мне кажется, людям действительно думать о смерти. О, что же там будет? Что же будет со мной? Веришь ты в ад, не веришь ты в ад, веришь ты в небеса, не веришь ты в небеса. Написано, что умрут все. Но где кто окажется после смерти? Поэтому что нам сказал Иисус? Он сказал, у меня для вас много обителей. У меня для вас много места. Я приготовил для вас. И там, где я, вы тоже будете там. Вы верите этим словам Иисуса? Мы сегодня сейчас говорим, верите ли вы этому? Нет, я верю, но я все равно как-то побаиваюсь. Как-то страшновато. Что там? Что там? Как там? Ну, конечно, никто так не приходил. Но Иисус пришел оттуда. Аллилуйя! Он пришел и сказал, посмотрите, это я Иисус. Видите мои руки, выйти мои ноги. Проверьте, это я тот же Иисус. Это не какой-то другой Иисус. И Фома, который вначале сомневался, говорит, да, это точно ты, Господь. Не сразу ученики даже поверили, что это Господь. Но ты знаешь, когда они поверили, к ним пришла удивительная вера. Вера что? Воскресение. Они перестали бояться смерти. Страха смерти. И мы помним, как они все изменились, да, Петр, который отрекался, другие ученики, которые убежали. Они стали бесстрашными проповедниками. Почему? Потому что они поверили в воскресение Иисуса и в свое воскресение. Многие люди продолжают бояться, но Писание говорит, что в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Это очень трудно жить и все время мучиться, чего-то бояться, того бояться, этого бояться. Но ты знаешь, Бог говорит нам, я не даю вам духа страха, я вам даю другое здравомыслие, силу веры, силу воскресения. И Бог говорит, размышляй об этом, смотри, потому что сегодня воскресение Иисуса Христа. Это Его воскресение, и это твое воскресение. Писание говорит, что мы в нем умерли, и мы в нем воскресли. То, что сделал Иисус, говорит, то же самое произойдет с тобою. Слава Богу! Итак, написано, Итак, кто во Христе, тот новое творение. Понимаешь, это новое творение, оно воскреснет. Это новое творение не увидит этой смерти. Это новое творение во Христе Иисусе. Поэтому Иисус знал, что говорил, придите ко мне, да, верьте в меня, и у вас будет совершенно другая, новая жизнь. Жизнь нового творения. Конечно, если в твоей жизни ничего не изменилось, мне кажется, вообще Иисус с тобой или нет? Ты с Иисусом или где? Потому что невозможно, встретившись с Иисусом, не измениться. Савл, еще не став апостолом, святым апостолом Павлом, был ужасный человек, был страшный человек. Сегодня бы его назвали религиозным экстремистом, религиозным террористом, религиозным фанатиком, потому что его страсть была ловить христиан, находить христиан. Он просто за ними охотился, он гонялся за ними, чтобы схватить их, чтобы поместить их в тюрьму, чтобы их убить. И вот такой страшный, страшный, страшный человек, однажды, когда он ушел на задание, помните, у него были письма, чтобы хватать христиан, когда он встречается с Иисусом, его жизнь меняется полностью. Эти знаменитые слова, Савл, Савл, что ты гонишь меня, трудно тебе идти против вражна. Знаете, многие люди, они так хорохорятся, что они могут и без Бога прожить, что и без Бога у них там что-то получается, и что и без Бога можно обойтись. Но когда Бог смотрит на такого человека и говорит, слушай, тебе очень трудно без меня. Я вижу, как ты барахтаешься, я вижу, как ты мучаешься, я вижу, как ты страдаешь, но из-за своей гордости ты не хочешь признаться и сказать, нет, Иисус, помоги мне, да, нет, Иисус, приди в мою жизнь. Но сегодня мы поэтому и говорим здесь, что есть этот путь. Иисус сам сказал, я есть этот путь, я есть эта истина, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Поэтому он ждет нас в своей семье, он ждет нас в своих небесных обителях. И когда Савву, встретившись с Иисусом, увидел воскресшего Христа, его жизнь изменилась, и он стал кем? Он стал апостолом любви. Это он написал, 1 Коринфянам, помните, глава любви. Вот этот страшный человек, почему я об этом говорю? Потому что, встретившись с Иисусом и только с Иисусом, мы можем измениться. Убийца может стать самым любвеобильным, да, расист может стать самым толерантным, так сказать, другим нациям. То есть, вот этот вот переворот жизни человека, вот эти изменения, написано, что новое творение, что старое прошло, в то, что в тебе было плохое, в то, что в тебе было что-то ужасное, твои качества, да, твои поступки. Но Иисус, Он все меняет. Иисус все меняет, я вам сказал, это с полной верой, скажи на это аминь. Поэтому, если у тебя что-то еще не изменилось, Он говорит, приди к Иисусу, приди к Нему. Потому что, то, каким был Савву, нам было бы страшно с Ним встретиться сегодня. Он бы нас поймал, Он бы нас схватил, Он бы нас нашел, Он бы там пытал, не знаю, чтобы Он с нами делал. Но когда Он встретился с Иисусом, Он стал полностью другим человеком. Он открыл Бога любви, и Он стал любить людей. Он стал по-другому относиться ко всем людям. И поэтому Бог сегодня напоминает нам, через этот праздник воскресения Христа, что мир, Он по-прежнему нуждается в Иисусе. Что людям по-прежнему нужен Иисус. Потому что перемены, перемены, они приходят только с Иисусом. Вы знаете, многие люди, они чего-то стремятся, они куда-то идут, они куда-то бегут, но они не знают смысла жизни. Я часто говорю на собраниях о смысле жизни. Потому что Писание говорит, ты можешь приобрести весь мир, но душе своей повредить. Потому что главный смысл, который дал нам Господь, это познать Бога. Главный смысл – это жить для Бога, а не для себя. Это главный смысл. И можно промахнуться мимо этой цели, если не встретиться с Иисусом. И поэтому, когда ты с Ним встречаешься, не только прощаются твои грехи, не только меняется твоя жизнь, но ты открываешь главное назначение своей жизни. Ты узнаешь, для чего ты здесь живешь. Какая главная цель в твоей жизни? И если человек не знает этой главной цели, у него пустота, у него проблемы. Знаете, много-много людей, которые добились огромных успехов, много-много людей, которые имели много чего-то, но внутри оставалась пустота, внутри оставалось неудовлетворение. Я слышал историю, как одна богатая женщина в Швеции. У нее был дом, у нее был то, у нее было все по всем нашим меркам. У нее была прекрасная жизнь, но она просила, чтобы ее усыпили, чтобы ей сделали эвтаназию. И вопрос, а почему у вас же все есть? Она говорит, у меня все есть, но я не хочу жить. У нее не было смысла жизни. Понимаете? Да, у нас может чего-то не хватать еще, у нас может чего-то многого нет. Но когда у нас есть смысл жизни, ты знаешь, для чего ты здесь живешь, для кого ты здесь живешь, и куда ты идешь дальше. Слава Богу! Поэтому это делает нас другими. Главное, чтобы ты в этом не сомневался. У пророка Иеремии написано, что «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь». Намерения – это планы. Ты говоришь, я не знаю, Господи, как мне, что мне, куда мне, с кем мне. А Бог говорит, только я знаю, куда тебе, с кем и дальше что будет. И Он говорит, что намерения во благо, а не на зло. Ты понимаешь, что только у Бога есть намерения, планы для нас во благо. И без Бога нам трудно найти этот путь. Без Бога написано, что мы все совратились каждый на свой путь. Это без Бога, да, это как те овечки, которые потерялись, заблудились и попали в какие-то проблемы. Потому что интересно, что все животные, они могут жить самостоятельно, домашние животные имею в виду. Но овечка не может жить без пастуха. Она найдет себе какую-то проблему. Она провалится куда-то. Она заблудится. В ней всегда что-то случается. И поэтому Господь называет нас Его овечками. И сегодня Он зовет. И Он продолжает звать. Он говорит, придите ко мне. Что мои овцы, Он говорит, знают мой голос и за чужим не пойдут. И сегодня это голос Иисуса говорит, приди к Иисусу. Приди, я и знаю, какие намерения. Я знаю, что мои намерения во благо для тебя, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Только Бог может дать нам эту будущность. Это будущее и это надежду. Поэтому люди без надежды, они погибают. Наверное, самое страшное, когда человек теряет надежду, когда он погружается в отчаяние, погружается в депрессию. Поэтому у него и приходят такие мысли суицидальные, как эта женщина в Швеции, о чем я слышал. Все было, все было, но не было чего-то самого главного, ради чего стоило бы жить. Но Иисус сказал, что Я пришел, чтобы вы имели жизнь. Можно сказать, что вы имели смысл жизни. И тогда ваша жизнь будет с избытком. Но без Иисуса, без Творца, без Спасителя мы все погибаем. Поэтому его имя – Спаситель. Слава Богу! Скажи хорошо, слава Богу! И ты знаешь, что написано, что... Притом мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Кому содействует ко благу? Любящим Бога и призванным по Его изволению. Или другой перевод – для Его целей. Когда ты знаешь, какие цели Бог ставит перед твоей жизнью, ты можешь пройти трудности, ты можешь пройти испытания, ты можешь пройти огонь, воду, медные трубы, как они назывались. Почему? Потому что когда ты знаешь, куда тебя ведет Бог, зачем тебя туда ведет Бог, ты понимаешь, что Бог хочет сделать тебя лучше, хочет изменить тебя, преобразовать тебя. Как написано, что золото очищенное, оно имеет драгоценное значение. Поэтому многие вещи, когда тебя ведет Господь, ты понимаешь даже, что что-то трудное, что-то такое, знаете, неприятное происходит. Но у Бога есть цель. Почему это с тобой происходит? Потому что Бог хочет сделать нас лучше. Он сказал, будьте совершенны, как и Отец ваш небесный совершен. Вот поэтому ты понимаешь, что любящим Бога все содействует. К чему? Ко благу! Ко благу! Итак, сегодня в этот замечательный день Бог снова-снова нам говорит и обращается, куда ты идешь. Кто-то, может быть, где-то уже забыл, куда он идет. Может быть, изначально он помнил. Но иногда люди теряют вот этот фокус. И в откровении написано, что ты думаешь, что у тебя все может быть нормально, но Бог говорит, я хочу дать тебе глазную мазь, чтобы ты мог помазать свои глаза и увидеть истинную ситуацию, истинную картину в твоей жизни, что с тобой происходит и куда ты направляешься. Поэтому сегодня мы вспоминаем о том, что произошло две тысячи лет назад. И то, что сделал Иисус Христос, сегодня, оно является точно так же актуально, как и тогда, две тысячи лет назад. Помните, апостол Павел, который был Саввул, гонитель, мы часто забываем, что он был такой страшный экстремист, да? Но смотрите, что он говорит в послании филиппийцам. «Ибо для меня жизнь Христос». Многие люди, даже верующие, забывают, для чего они живут, да? Он говорит, для меня жизнь, смысл, цель – это Христос. Очень хорошо знать цель в жизни, друзья. Тогда ты не потеряешься, ты не заблудишься, ты не разочаруешься, ради чего, ради кого ты живешь. Он говорит, для меня жизнь, кто скажет, для меня жизнь – это карьера, для меня жизнь – это учеба, для меня жизнь – это Христос. Христос, для тебя жизнь или еще нет? Я еще думаю, я еще думаю. Смотри, кто-то сказал такую хорошую фразу. «Если ты не знаешь, за что ты готов умереть, ты не знаешь, для чего ты готов жить». Поняли, нет? Я думаю. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть – приобретение». Вот почему он не боялся смерти. Понимаете? Вот почему ученики стали смелыми, стали бесстрашными. Те, которые убегали, те, которые прятались, они все погибли в страшной смерти, кроме Иоанна, вы, наверное, знаете, да? Но они не боялись уже. Они не боялись. Они стали другими. И, понимаете, вот первая церковь, она распространялась очень быстро. Она росла очень быстро. Она умножалась очень быстро. Она была… Израиль, вы помните, был, да, под оккупацией Рима. И римляне не могли понять, что это за люди такие. Что это за люди такие, которых гонят, убивают, бросают кальвам, лишают имущества, да, званий разных, наследства, привилегий, пытают. И они все равно не сдаются. Они всегда предлагали. Они говорили, если ты отречешься от веры во Христа, ты будешь жить. Если ты отречешься от веры во Христа, у тебя все будет нормально. Знаешь, сегодня, может быть, нас так не мучает, никто и не пытает. Но все равно искушение приходит для каждого. Но эти люди не боялись смерти. Понимаете? Они не боялись смерти. И это выводило римлян. Они не могли понять, что это за люди такие, которые не боятся смерти. Ведь смерти боятся все. Они не боялись смерти. И поэтому христианство, оно распространялось, оно распространялось и распространялось. И что останавливает распространение? Это страх. И поэтому, когда мы верим в воскресение Христа, Мы освобождаемся от страха, мы освобождаемся от той силы, которая останавливает христиан быть христианами. Поэтому и сегодня для нас это актуально, и для нас это важно верить не только в смерть, но в воскресение Христа. Знаешь, были разные религиозные пророки, деятели Будда, Мухаммед, Кришна и так далее, но они все умерли. Никто не воскрес, воскрес только Христос. Это доказательство истинного Бога.